Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса. Будьте благословенны. Знаете, прежде чем я буду говорить, я хотел бы сказать такой, знаете, тезис, важную-важную речь Иисуса Христа. Знаете, Иисусу сказали однажды, принесли монету, и был задан вопрос Иисусу, надо ли платить налоги кесарю, государству или нет. И он тогда попросил монету и спросил, чья это монета, что здесь нарисовано. Они говорят кесарь, то есть государство. И Иисус так интересно сказал, что отдавайте кесареву, кесаря, а Божьей Богу. Братья и сестры, у нас есть то, что мы должны Богу. Знаете, многие люди себя чувствуют никому ничем не обязанные. Такие, знаете, свободные. И даже и Богу подавные. Но я скажу, что это не так. Я скажу, что если Иисус сказал, отдавайте Богу, Божье, да, так же это включается аналоги. Если говорилось о финансах, это говорит о десятине. Очень важно верующему не платить десятину, а возвращать ему. Вот что важно, отличительное понимание откровения десятины. Что важно возвращать. Бог дает тебе и смотрит, насколько ты верен. А человек говорит, у меня так мало, я не могу тебе отдать. То есть Бога вообще не уважает. Бога не почитает. И вы знаете, что? Бог проживет без вашей десятины. Но вы не проживете без Бога. И знаете, сюда, когда Иисус сказал, давайте Божью Богу. Ну, речь шла о финансах, но мы сюда так же ставим и все остальное. Знаете, многие ничего Богу не отдают и только хотят получать. Налегке идут за Богом. Как бы так, знаете, по монитору. Мониторят. Но когда им что-то важно, они там. Когда им что-то нужно, они там. Но когда с Богом что-то связано, люди очень скрипят душой. Братья и сестры. Мир очень лукавый. Дьявол очень лукавый. Если ты начнешь расслабляться, если ты сделал решение, и ты начнешь расслабляться, не пойду на собрание, отдохну. Давид однажды отдыхал и залез в порнографию. В прямом смысле слова. Отдыхал дома. Не пошел на собрание. И залез в такие ужасные последствия, от которых он не мог потом избавиться. Всего лишь остался дома. Когда все цари шли на войну, шли на собрание, молитва. Он остался дома. Представьте, это не полуверующий. Это не новообращенный. Это царь, который хорошо знал Бога и стоял крепко на своих ногах. Упал. Поэтому я тебе говорю, твое падение не за горами. Ты упадешь, твой дом разрушится. Ты потеряешь все, что ты даже думал иметь. Если ты недооцениваешь Бога, ты недооцениваешь собрание, ты, последовав за Богом, играешь в игры, он для тебя буза, то знай. Тебя ждет крах и падение. Поэтому я предупреждаю тебя, как брат брата. Относись серьезно к Богу. Дисциплинируй себя. Перестанешь себя дисциплинировать. Все. Ты упал. Ты разбился. И потом, знаете, вот эти молитвы. Господь, верни его. Господь, верни его. Господь, коснись его. Господь, помоги ему. Помоги всем делам. Отдавайте Богу, кесарево кесаря, а Божье Богу. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Благодать Иисуса Христа». Иоанна 11, 17. «Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Они произошли. Благодать настолько делает невозможным в жизни человека все самое сложное, все самое нерешимое становится очень легким, когда действует благодать. Мы все знаем, что и живем в тех домах, которые, знаете, строились. И строились не просто, знаете, людьми. Там человек только участвовал. Там строили краны, машины, аппараты и так далее. Итак, например, берем большой панельный дом. То мы знаем, что плиты, вот эти бетонные плиты, элементы, их поднимает кран. Их человек не может поднять. Что делает человек? Человек делает, цепляет за петельку, за стропит, как говорится, и показывает крановщику. И всю тяжелую работу, всю самую неподъемную, сложную на стройке выполняет кран. Он именно поднимает, и для него это нормально, для него это не нагрузка, для него это легко. Он берет эту плиту, многотонную, поднимает и ставит. И вырастает дом, вырастают семьи в этом доме. Этот дом становится уютным. Вы знаете, что так же самое в нашей жизни? Самое невозможное, вот что только невозможно, представь для тебя, для себя представь, что для тебя невозможно. С благодатью ты это можешь. И как апостол Павел говорил, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И до этого он сказал, умею жить в скудости и в изобилии. И потом он говорит, я могу все. Я могу, потому что Господь меня не оставлял в скудости. Господь меня не оставлял в изобилии. Знаете, как легко в скудости быть с Богом, а в изобилии забыть про Него. А, Бог? Да! Куда Он денется? Он же всегда на месте. У меня пока свои дела. Все, что дает для нас Бог, все, что делает для нас Бог, а извините, Он не мало сделал, есть благодать. Так как мы ничего не заслужили. Братья и сестры, мы и все, кто сейчас смотрит, мы все, что получили от Бога, получили даром, в подарок. Мы ничего не заработали. Мы ничего не заслужили. Римлянам 3.23 говорит, что все согрешили. Все согрешили. Абсолютно все, кто чувствует себя безгрешным, праведным. Обычно это фальшивая праведность, называющаяся самоправедностью. И это еще худший грех. Это как обкаканная одежда. Так в Библии написано, как запачканная одежда. Наша праведность как запачканная одежда. Итак, Библия говорит, что мы все согрешили и были лишены славы Божьей. Знаете, что это означает? Мы были раздетые. Мы раньше были в славных одеждах. Когда в Адаме и Еве мы находились в них, потому что они наши прародители. Они ходили в славе. Они не замечали, что они наги, потому что была славная одежда на них. И потом, когда они умерли духовно, то пришло порабощение, грех пришел. И они лишились вот этой Божьей славы. И поэтому написано, что апостол Павел пишет, что мы все согрешили и были лишены славы Божьей. Его присутствие, Его возможности, Его знания, Его Святого Духа. Мы всего в одночасье, мы были лишены. И теперь никто из нас не может сказать, знаешь, я с Богом знаком, я могу с Ним разговаривать, просто потому что я такой деловой, я такой крутой. Нет. Все, что мы имеем от Бога, мы получили в подарок даром, не заслужившие. Послушайте, то, что мы заслужили, мы заслужили смерть. Потому что так Господь и сказал, в день, который ты вкусишь смертью, умрешь. Все, из-за непослушания ты умрешь. И представляете, что умереть, это означает вечно находиться в разделении с Богом. Вечно. Нету никаких поправок в этом законе, в словах. Нету никаких лазеек. Нету никакого права больше вернуться обратно в славу Божию. Нету. И вдруг Иисус приходит и говорит, что я все исправлю. Я все изменю. Почему и сказано, что благодать произошла через Иисуса Христа. Наше положение в духовном мире было очень жалкое. Мы были лишены славы Божьей. Всякие возможности. Мы были лишены пищи, включая. Мы были лишены одежды. Мы были лишены всего. Потому что, когда мы находились в раю, было все. И когда нас попросили из рая в лице Адама и Евы, мы ничего не имели. И мы пытались свою ноготу прикрыть. Прикрыть. И у нас этого не получалось. И тогда опять же Бог показал прообраз, что Он одевает нас в славные одежды. Он пролил кровь Агнца Беззащитного. И из него сшил одежду и одел Адама и Еву. Это опять была проявленная любовь. Незаслуженная любовь. Благодать, эта любовь Бога к человеку, незаслужена, не является каким-то, знаете, причиной чего-то, сделанного со стороны человека. Титул 3.3 написано. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банью возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Мы, оправдавшись чем? Какими делами мы можем оправдаться? Какими? Если я согрешил, я должник. Помните, как в Библии Иисус приводил пример двух должников? Один должен был 100 динарий, а другой – 10 тысяч талантов. И тот, который должен был 10 тысяч талантов, это в эквиваленте примерно 10 миллионов евро. И он задолжал такую сумму – 10 миллионов евро, чтобы нам было понятно. И царь тогда сказал, что призовите его сюда, чтобы он отчитался и сказал, когда он вернет долг. И он не мог отдать долг, он говорит, а заберите у него все, жену, ребенка, арестуйте имущество и так далее. И он пал на колени, он умолял, знаете, и просил о помиловании. И царь, сжалившись, просто простил ему долг. Просто простил долг и говорит, ладно, я тебя просто прощаю долг. Иди, иди с миром. Иди, занимайся своими делами. Вот так просто, представьте, 10 миллионов просто вот так простить. Это благодать. Это, конечно же, милость, проявленная была милость. И, соответственно, это была благодать. Незаслуженно, незаслуженно этот человек был оправдан. И он вышел и напал на своего товарища. Он вдруг увидел товарища, который ему должен был 10 евро, допустим. И он напал на него и говорит, когда вернешь долг? И он говорит, подожди, подожди, отработаю. И он говорит, нет, прямо сейчас давай. Он говорит, сейчас нет. Он стал тогда душить его. Некоторые люди так поступают в своей жизни. Им много простили, а они не могут даже просить мелочи. И тогда им вернется все. Эти 10 лимонов вернутся обратно. И придется отвечать уже. И ответить будет никак, потому что нечем платить. Откуда ты возьмешь такие деньги? Итак, мы погрязли в грехах. Мы погрязли в долгах. Иисус приходит и полностью списывает наш долг. Все наши грехи. Ничего не арестовывает. Он полностью забирает нашу старую грязную одежду. И дает нам чистую праведность. На это возможно только благодать. Это то, что от Бога. Благодать делает то, что обычный человек сделать ни при каких условиях не может. Например, ученые хотят летать на разные планеты. Изучают космос. И хотят летать на разные далекие, отдаленные планеты. И они понимают, что у них не получится. И они хотят жизнь какую-то завести, цивилизацию. Лучше бы ухаживали за своей землей, где они были. Где они реально рождены, чтобы жить. И не сувались бы туда. Так нет, они хотят туда. И у них не получается. У них не получается, потому что нужно будет преодолеть скорость света. Ни одна ракета не летает со скоростью света. Но им надо будет преодолеть даже эту скорость. И это невозможно. Чтобы попасть, например, в самую далекую галактику. Ты будешь лететь 10 миллиардов лет. Ну ладно, скажем, 10 тысяч лет. Ты будешь лететь в ракете со скоростью света. 330 тысяч километров в час. В секунду, то есть. В секунду. Это миллиард километров в час. Если ты будешь лететь, ты будешь лететь 10 тысяч лет. Просто чтобы пересечь из точки Ва в точку Ва. И это не последняя галактика. Это для нас открытое самое дальнее. И ученые бьются над этим. Как же преодолеть? Как же преодолеть скорость света? Даже со скоростью света никто не ездит, никто не летает. Кто-то там говорит, разгон за три минуты, за три секунды, за ста. И это уже предел. Послушайте, здесь надо преодолеть намного больше. И это невозможно. А для Бога это возможно. Когда мы будем уже не в физических телах, мы будем в наших новых телах, духовных телах, об этом говорит Слово Божие, мы будем преодолевать эти расстояния со скоростью мысли. Ты подумал по том месте, и ты там уже оказался. И это нормально. И знаете, человек, например, он захочет попасть в Царство Божие. Вот просто, например, ученые, да, или, например, там богатые люди, они там заплатят ученым, создайте нам такие ракеты, чтобы мы летали там на планеты, на Луну, на Марс, там, вот, давайте там, мы вам проплатим все, вот, делайте. И знаете что? Они ничего не смогут сделать. Может быть, они куда-то и поднимутся. Но до Бога долететь им не получится никогда. Никогда. Даже если они что-то придумают, какие-то новые технологии, то им невозможно будет туда попасть. Почему? Потому что без Иисуса туда невозможно попасть. Без Иисуса Христа невозможно попасть в Божие Царство. Иисус сказал, вам должно родиться свыше. Он сказал это Никодиму, и это он говорит в лице Никодима каждому человеку, даже религиозному человеку, который, знаете, верит в Бога, но не рожден свыше. Может ли такое быть? Конечно. Именно религиозному человеку, который верил в Бога и знал Писание, и он еще был выше, чем просто религиозный человек, который ходит, знаете, по воскресеньям, приходит на собрание или в храм. Он был учитель Израилев, он учил, он знал закон, и не был спасен. Иисус ему сказал, должно тебе родиться свыше. Если ты не родишься свыше, ты не можешь увидеть Царство Божие. И тогда он задал этот вопрос, как? Как это может быть? Как? Знаете, благодать, она решает вот это как. Каждый, кто рожден свыше, каждый христианин, рожденный свыше, встретился однажды с благодатью. Ничего не делал, никаких усилий. Мне предложили помолиться, я помолился. И все, я стал новым творением. Я родился свыше. Как? По благодати. Знаете, в Писании написано, что, в Иоанна, там написано, что Иисус пришел к своим, но свои не приняли Его. А тем, которые приняли, Он дал власть быть детьми Божьими. Представляете, люди, которые принимают Иисуса Христа, принимают и благодать, способность сделать невозможное. Значит, что из статуса невозможно без благодати поменять свой статус. Прежний наш статус был грешники, лишенные славы Божьей. Соответственно, такой статус не позволяет нам пойти во святое святых и быть с Богом. Не позволяет. Такой статус, в таком статусе человек может рассчитывать только после своей жизни. Это единственный рай. Это земля для него будет. Это больше рая он никакого не увидит. Это его рай. Кто-то говорит, это ад, ад. Для неверующего человека это единственный рай. И человеку нужно, чтобы поменять свой статус, ему нужно поверить в Иисуса Христа. Чтобы поверить в Иисуса Христа, человеку нужно согласиться по доброй воле, что я нуждаюсь в помощи. Вот этого многие люди не могут сделать. И вы знаете, Писание говорит, сейчас прочитаю, Якова 4,6. Но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть, если я говорю, я не нуждаюсь в помощи, я не нуждаюсь в Боге, я проявляю гордость. Соответственно, благодать ничего не может совершить, ее мне не дали. Мне не дали кран. Я не могу построить дом. Я буду сидеть вот так вот на улице, знаете, на пеньке. У меня ничего не произойдет. Для того, чтобы что-то происходило, вмешательство Бога приходит тогда, когда происходит смирение. А когда происходит смирение, Бог выделяет благодать. И человек получает спасение. Из статуса грешник он переходит в статус святой. Представьте, из статуса грешник он переходит в статус сына Божия. Мы дети Божьи, сыновья и дочери Божьи. Вы просто представьте, это невозможно никак. Знаете, можно в безумии даже сказать, что благодать – это беспредельная халява. Это незаслуженная халява. Это когда в зал суда приводят маньяка, и судья говорит – свободен. Представьте, свободен. И все слышат – свободен. И знаете, эти пострадавших, сидят там близкие пострадавших, этих жертв, и у них большие глаза. Правосудие! Требую правосудия! Вы знаете, что? Благодать – это нарушение всякого правосудия. Это просто, вот я говорю, а так оно и выглядит в духовном мире. Дьявол сходит с ума от благодати. Потому что никто другой не знает, что такое грешник, как дьявол. Как дьявол. Он – отец лжи всякого греха. Именно он совратил человека. Он был первый лишен славы Божьей. И был скинут из Божьего присутствия. И был лишен славной одежды, которая была перед его творением. Славная одежда в бриллиантах вся была. Исайя пишет. Всех в драгоценных камнях. Он был украшен. Он был совершенством. И он возгордился. Потерял благодать. И он был извергнут. Он был снят эту одежду. Эту одежду Бог оставил у себя на небесах. И дьявол голый теперь. Теперь он делает других голыми. Он раздевает. И грех он раздевает людей. Раздевает. Все больше снимает одежды. И так дьявол бесится. Потому что он одержит. И все бесы бесятся. Они не понимают. Как? Он же грешник. Бог говорит. Я его отпускаю. Я его прощаю. На каком основании? И сразу. Сразу в силу вступает крест. Сразу в силу вступает кровь. Жертва Иисуса Христа. От него появилась благодать. Благодати не было до Иисуса Христа. Не было. Теперь. Каждый грешник. Вы не представляете, какие есть грешники. Я даже не знаю, кто вы. Я даже не знаю, какими грехами здесь люди в зале грешат. Как они тайно живут. И что они в жизни сделали другим людям. Сколько зла сделали. Одна женщина занималась наркотиками. Она мне рассказывала. Она говорит. Я до конца дней буду проповедовать Евангелие. Я буду спасать. Потому что через те наркотики, которые она продавала, тысячи молодых людей умерли. Она говорит. Я понимаю. Я спасена. Я по благодати спасена. Но я никогда не смогу забыть этого. Я удивился, как она смогла поделиться этим. Обычно люди прячут. Прячут все. Прошлое прячут. Не дай Бог кто-то узнает. Все и так все знают. Бог все видит. И Бог знает. И Бог произвел благодать, чтобы тебе помочь. Ты никак не справишься. Такие преступления, которые ты совершил, ты никак не сможешь за них расплатиться. И ни один грешник не идет на небеса. Я вам это говорю, стоя здесь, заявляя. Ни один грешник на небеса не идет. Даже тот грешник, который обратился к Иисусу за помощью, Иисус сказал, сегодня же будешь со мною в раю. Уже в этот момент он был оправдан. Из статуса грешник он перешел в статус святого. Почему? Потому что лилась кровь Иисуса. И благодать вступает в силу через пролитие крови невинного. Это был Иисус. Поэтому, если в вашей жизни сегодня есть какие-то тупики, вас Слово Божие призывает. Совершенно уповайте. То есть уповайте. Что это означает? Это означает, когда вы идете в магазин, вы уповаете на свой кошелек. И если вы без кошелька пошли, то есть сегодня карточка, банковская карточка, вы не уверены. И вы такие думаете, вы вдруг обнаружили, карточки нету. Или на счету ничего нету. И вы такие уже не уверены. О, нет, я в магазин не пойду. Я не могу. А когда у вас там упало на ваш счет что-то, зарплата пришла, вы такие уверены. Вы совершенно уповаете на свою карточку. Вы такие хозяины. Ходите. Павлины. Беру это, беру то. Знаете, такой, сразу берешь все, еще кому-то купишь. Почему? Вот этот пример. Вы уповаете на свою карточку. Вы уповаете. Вот так вам нужно уповать. Но совершенно, совершенно уповать. Без всяких отходных путей. На благодать. На действия Святого Духа. Если вы смирены перед Богом, вы просто поразмышляли, вы просто побыли в присутствии Бога, и вы согласились с Его Словом. Благодать откроет двери там, где их не было. Знаете, что Иисусу не нужно сегодня дверей. Он может прийти и встать. Как Он приходил перед учеников и вставал. И не через какие двери Он не входил. Он делает двери, потому что Он является родоначальником благодати. Поэтому наша задача – учиться у Иисуса кротости и смирению. Учиться. Чем больше ты смирен перед Богом, тем большую благодать Он дает тебе. И ты можешь достигать этого. Ты можешь увеличивать это. Ты можешь говорить, «Боже, я буду согласен с каждым твоим откровением, которое ты мне открыл. И то, что мне не открыто, я не буду обсмеивать». Допустим, человек, например, смирен перед Богом, да? И вдруг он увидел где-то чудеса, которых он не понимает. И он обсмеивает эти чудеса. Такой человек затянул на себе петлю. Все, духовно он не будет развиваться. Такой человек огорчает Святого Духа. А без Святого Духа никакая благодать не будет действовать. И даже если всю церковь будут просить, «Братья и сестры, давайте всей церковью будем молиться за Него», он – кощунник внутри. Он – богохульник внутри. Он – верующий богохульник внутри. Бог не сможет дать ему благодать, хотя так Бога нету подхода, знаете, разного подхода к разным людям. Он одинаково всех любит. Но как важно с нашей стороны принимать то, что он нам дает. Давайте мы поднимемся. Субтитры создавал DimaTorzok